Сегодня энтузиаст авиатора Александр Подубный снова будет думать, где найти средства, чтобы спасти единственный в мире, все еще летающий Ил-14. Самолет в ближайшее время могут забрать за долги, накопившиеся перед налоговым правлением. Уникальную машину собираются выставить на аукционы, тогда, скорее всего, она окажется за границей, где уже давно интересуется этим раритетом. Есть ли шанс сохранить технику, выяснял Дмитрий Павлов. Техническое обслуживание самолета обязательно в любую погоду, независимо от жизненной ситуации. Поэтому раз в 10 дней экипаж проводит внешний осмотр двигателя, после которого вся округа убеждается в том, что лайнер до сих пор жив. От винтов! Последний раз воздух Ил-14 поднимался весной, когда совершал перелет с аэродрома Ржевка. Там раньше у него было место стоянки. Теперь самолет базируется в Горелого. Состояние машины отличное, это установила приезжавшая из Москвы комиссия. Но совсем скоро в жизни лайнера могут наступить резкие перемены. Есть проблема та, что налоговая вспомнила про нас. Этого миллиона городу или области, или Российской Федерации не хватает. Александр Поддубный владелец самолета. Он купил его по случаю в 90-х годах, когда увидел, что списанный Ил собирается пустить на металлолом. Тогда удалось спасти лайнер. Сегодня Поддубный может его потерять. У Александра накопилась большая задолженность. Миллион двести тысяч рублей. Она образовалась в результате неуплаты транспортного налога. За два года как бы накопилось это. И тут так плотно насели на меня, что отдай или продай, или заберем. Для Александра почти полтора миллиона рублей сумма колоссальная. Он и его друзья обыкновенные петербуржцы, энтузиасты своего дела. Они сохранили для нас машину, за которую полвека назад советским авиаконструкторам не было стыдно перед немецкими сборщиками. Всего за границей было собрано 80 таких самолетов. До наших дней дожил только этот. О германском происхождении Ила напоминает надпись на немецком языке. Дублирующее русское слово. Вервермюнг. Подогрев. В Советском Союзе иностранные буквы закрашивали серебрянкой. Наверное, считали их вражеской пропагандой. Под Дубный на протяжении 19 лет сохранял самолет в летном состоянии, летал на нем сам и обучал других. За эти годы его часто приглашали на различные выставки, в том числе и международные. В последнее время от них приходится отказываться из-за дороговизны оформления всех необходимых документов. Все деньги уходят на профилактический ремонт Ила. Сейчас, например, нужно подлатать крылья руля высоты, элероны и закрылки. Стоит это 200 тысяч, все хозяйство обошлось вот нам, чтобы обтянуть, все вот это сделать, подготовить. Собирали и с пенсии, и с зарплат. Ну, короче, кто сколько мог. Судебные приставы могут продать уникальную машину за мизерную для такого самолета сумму. Полтора миллиона рублей. На погашение долга у владельца есть месяц. Под Дубный через интернет просит петербуржцев и всех неравнодушных к истории отечественной авиации людей о материальной помощи. Он надеется, что набежавшая сумма поможет спасти самолет. Иначе в лучшем случае его продадут за границу. В худшем раритетный Ил превратится в гору цветного металла. Дмитрий Павлов, Александр Григорьев, Роман Суслопаров, НТВ Петербург.